Здравствуйте, мои дорогие друзья! Хочу познакомить вас сегодня с очень полезным раствором, так называемый синий йод, которым я пользуюсь для укрепления своего здоровья и для решения различных проблем, связанных со здоровьем. Например, у меня одно время как-то с щитовидкой были проблемы, небольшие, правда, отклонения, поэтому я и решил воспользоваться этим чудесным средством. Очень много информации есть в интернете, такие названия вы найдете. Забытое средство. Синий йод от 100 недугов. Синий йод – ликвидатор любого недуга. Синий йод – приготовление синего йода дома. Синий йод – последняя надежда. Синий йод – тайная реальность. Средство уничтожает грибок, ангину, гайморит. Синий йод – великое лекарство, язва желудка, шизофрения, колит, гастрит, понос, отравление. Синий йод – полезные свойства и правила употребления. Синий йод – очиститель организма, чудотворная настойка, йод и чеснок. Делаем сами. Синий йод поможет при многих заболеваниях. И так далее, тому подобное. Огромное количество роликов сейчас есть на YouTube, можете просмотреть и на других страничках. То есть очень полезное, хорошее средство. Но сразу обращаю ваше внимание, нужно эту тему сначала изучить как следует, а потом уже пользоваться, начать пользоваться. Но очень осторожно, постепенно присматриваясь, прислушиваясь к своему организму. У каждого свой организм и каждый реагирует по-своему. Это средство известно немногим, а между тем оно обладает большим количеством полезных свойств и может посоперничать со многими известными препаратами. Я расскажу вам о чудесных свойствах этого синего йода и как правильно его приготовить в домашних условиях. Синий йод это иодированный крахмал. Он готовится из картофельного крахмала, сахарного песка, лимонной кислоты и спиртового йода. Именно последний компонент придает средству основную пользу, а лимон и сахар улучшают вкус и продлевают срок хранения. Полезные свойства. Синий йод обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Это средство стимулирует работу щитовидной и поджелудочной желез. Благодаря этому улучшаются обменные процессы, восстанавливаются защитные силы организма. Он уменьшает риск развития простудных заболеваний и способствует профилактике стоматита, конъюнктивита, танзелита. Регулярный прием ускоряет выздоровление, улучшает состав крови, снижает уровень вредного холестерина и выводит излишки сахара. Специалисты рекомендуют его для лечения от некоторых заболеваний, таких, например, как колита, диареи, гастрита, язвенной болезни и дизентерии. Эффект от такого простого средства сравним с результатом от курса антибиотиков. Но, в отличие от антибиотиков, это натуральный продукт и внутренние органы при этом не страдают, а также системы организма не меняется микрофлора кишечника. Это очень важно, то есть не погибают хорошие бактерии, все остаются, погибают только плохие бактерии. Рецепт и как применять это средство есть в интернете, очень много роликов, можете посмотреть. Немножко отличаются различные рецепты, но выберите для себя самый полезный, самый подходящий и то, что вам больше всего подходит. В общем, и потом можете поэкспериментировать сами в домашних условиях, сделать тот рецепт, который вам больше всего подходит. Индивидуальный подход, очень осторожный должен быть подход, лучше посоветоваться со специалистами, теми людьми, кто уже пользуется этим не один год. Но если позвоните, я могу вам рассказать более подробно, как я пользуюсь этим продуктом. Итак, всего вам хорошего, до следующего ролика. Если понравилось, то пожалуйста подпишись, буду тебе очень благодарен. Можете распространять это видео дальше, среди ваших друзей и знакомых. Итак, до следующей встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok